Что вы думаете об этом рисе? Так и думаете? Вот что она думает. Интересно. Интересно, это значит понравилось или нет? Я не понимаю. А вот об этом что думаете? Об этом? Что скажете? Этот лучше? По-моему, ничего не понимаю. Ребят, купила я тут рис. В общем, вот такой вот черный. И вот такой вот рубин. Вот такой вот черный. Вот он. И вот такой вот рубин. На вид. То есть действительно похож на вот такой вот. То есть на вид он очень похож просто вот на такой вот неочищенный рис. Говорят, что весь из себя полезный. Меня смутило только то, что я его, естественно, промываю. Но при варке очень сильно красят. Особенно вот этот черный. Очень сильно красит. От него вода прямо такая черно-фиолетовая становится. Я сначала напугалась. Подумала, что он крашеный. Сейчас я вам все покажу. Специально взяла немножко. Ради эксперимента просто буду варить в разных кастрюлях. Сначала промою. Обратите внимание, при промывке цвет вообще не поменялся. Ну, то есть вода прозрачная. Видите, на глазах вода становится красная. Сейчас она вообще потемнеет. Вот. Собственно, этого я и испугалась. Я сначала подумала, что он крашеный. Стала гуглить. Ничего такого страшного не нашла. Наоборот, все только полезное. Оболочка черного риса содержит высокий уровень антиоксидантов. Такого уровня нет ни в одном из продуктов питания. Черный рис имеет черный или фиолетовый цвет, что свидетельствует о большом количестве антиоксидантов, как у черники, малины и клюквы. И именно вот в этой оболочке содержится самое большое количество витаминов и клетчатка. Я думаю, что, может быть, на самом деле так и есть. Потому что, если бы он был крашеный, то он бы потерял цвет. Стал бы белый. Он при варке не становится белый. Нет, он просто окрашивает воду и кастрюлю очень сильно. Ну, ничего, потом отмою. Не страшно. Самое главное, чтобы это было полезно. Этот тоже, видите, такой какой-то розоватый, ну, такой светло-коричневый стал. Ну, вернее, не рис, а сам бульон, вернее, вода. Сам рис? Нет, пожалуйста, вот он. Он не белеет. Ай, чернота. Я жуть как люблю пробовать все новое. Кстати, производство этого риса России. Я не знаю, где у нас в России, но где-то растет у нас рис, наверное, в Краснодарском крае, может быть, еще где-то. Вот, если вы ели какой-то другой, черный или красный рис, да, расскажите, каков был ваш опыт с этим рисом? Мне интересно. Вот такой вот получился рис. Вполне себе вкусный. Я даже вот его не соленым могу есть. Симпатичный. Вот такая вот у меня стала кастрюлька. Так что после вот такого риса, конечно, посуду отмывать. Ну, что поделаешь.